МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие ребята! Это передача «Дети на планете», и я ее автор и ведущая Наталья Осипова. А у меня за этим круглым столом сегодня собрались очень интересные ребята. Все они участники театральной детской студии имени Бориса Щукина. Здравствуйте, ребята! Привет! А я хочу вам, ребята, их представить. Значит, слева от меня Оливия Голивкина, рядом с ней ее сестренка Полина Голивкина, и Максим Петров. Вот теперь, когда мы все познакомились, мы начнем нашу передачу. Вы, наверное, уже все слышали, что 2019 год у нас объявлен в стране годом театра. Объявил его сам президент, к своим указам, Владимир Путин. Как вы думаете, что будет в этом году? Какое внимание будет уделено театрам, детским студиям? Ну-ка, Максим. Наверное, вот такое вот большое внимание. Все-таки уже это год театра, значит, весь год будет посвящен только театру. Безусловно, театральным постановкам рассказывать будут об актерах. Скажите, пожалуйста, вы вот когда сюда шли, вы не видели случайно здесь моего песика? Его зовут Лопохвост. Он такой шустрый, такой быстроногий. То лапы, то хвост мелькают все время. Я его и назвала Лопохвост. Но все время он куда-то от меня убегает. Вы его не встречали? Нет, не встречали. Не встречали. Какой кошмар. Вот опять сегодня утром с ним гуляла. Потом вот на минуточку отвлеклась приготовиться к нашей передаче. Смотрю, он уже куда-то убежал. Где он? Лопохвост. Давайте позовем. Лопохвост. Ты где? Ты где? Лопохвост. Ты где? Ау, привет, мальчишки и девчонки. Передаю вам пламенный, горячий привет из самой Германии. Вы знаете, меня всегда интересовал вопрос. А умеют ли мальчишки и девчонки в разных странах говорить на русском языке? Или по-русски говорят только у нас в стране? И я отправился в город Нюрнберг, в русский центр. Представляете, здесь мальчишки и девчонки прекрасно не только говорят, но и поют на русском языке. Представляете? Знаете, ребята, а я хочу еще немножко похвастаться. Я, между прочим, лучший в мире задавальщик вопросов. Итак, хорошо ли вы знаете творчество Александра Сергеевича Пушкина? Да, хорошо. Сейчас я это проверю. Вот ребята в русском центре города Нюрнберг прекрасно знают творчество Александра Сергеевича. Итак, речь сегодня пойдет о сказке о рыбаке и золотой рыбке. Скажите-ка мне, пожалуйста, сколько раз старик забрасывал невод в море? Ой, даже я затрудняюсь такое вспомнить. Кто из вас, ребята, помнит? Наверное, три раза. Три раза? Да, три раза. Три раза, по-постому. Ау-ау, молодцы! Ура! Еще один вопрос. А как вы думаете, почему жена старика осталась у разбитого корыста? Потому что она была очень жадной и много просила. Молодцы, ребята! Однако некогда мне тут с вами разговоры разговаривать. Еще много чего в мире интересного есть. Ведь не случайно этот год годом театра называется. Так что побежал я дальше. Пока! Куда же ты, лопохвост? Я ему уже сосиски отварила. Я уже думаю, что вот-вот он придет, а он там куда-то опять по всей планете побежал. Ой, ну ладно, пусть себе бегает, проголодается, найдет дорогу домой. А мы здесь тоже неплохо с вами проведем время. Знаете, что я предлагаю, ребята? Раз это год театра, 2019 год, давайте разыграем какую-нибудь небольшую историю. Давайте! Для этого я вам отправила заранее такие небольшие костюмчики. И я предлагаю их вам одеть. История эта будет про двух собак. О, готова! Как вы быстро все у меня делаете. Вот уже и Максим готов. И вот уже и девочки. Итак, начнем. А лапки мы покажем сейчас нашим телезрителям. Ребята, я начинаю небольшую историю. И вы мне поможете ее разыграть. На старой автомобильной свалке жили-были две собаки. Одну звали Альма, а второй звали Ника. Тяп-тяп. Да. Альма когда-то очень давно потерялась в электричке. И с тех пор жила на автомобильной свалке. Но она всегда искала своего хозяина. Дамка, хозяин, я здесь. А хозяин тебя не слышит. Ну-ка давай хозяина позовем. Хозяин, я здесь. Хозяин здесь, Альма. Ты долго его ищешь? Много лет? Да. А Ника, у тебя был хозяин? Нет. А зачем он нужен? Лечь, стать, вас, фу, свобода. Вот мой хозяин. У Ники никогда не было хозяина. Она здесь на свалке и родилась. Так и жили две собаки. Жили дружно. Вот только бегали по всей округе и искали себе пропитание. И часто оно не находилось. То кусочек колбасы кто-то бросит им, то косточку найдут. А иногда, что ничего не находилось. Нет, да. Ну, на нет и суда нет. Собаки продолжали жить своей вот такой вот собачьей жизнью. И однажды они бегали, бегали по всей округе и забежали на городской парк. В городском парке как раз проходила выставка. Это были настоящие соревнования собак породистых, красивых. И нужно было выбрать самую ловкую, самую красивую и самую сообразительную, и самую быструю. Ну, а вы знаете, как наши собаки умели бегать за пропитанием? Ну, покажите, как они бегали. И вот каким-то чудом собакам удалось оказаться в этой толпе породистых псов. И что вы думаете, жюри поразилось, какие же это умные, быстрые и сообразительные собаки оказались наши милые дворняжки. И вы знаете, самый главный приз, который предназначался собакам, победителям, достался им. Вот такой вот приз. Вот такой приз получили собаки. От член жюри подумали, что хозяин куда-то отлучился. Собаки взяли приз в свои лапки и убежали. Дома на автомобильной свалке они рассматривали приз и увидели в нем записку. Исполняю одно желание. Вот как? А кубок-то призовой оказался волшебным. Он исполнял желание. Но правда только одно. Стали собаки думать. Что же за желание им загадать? Давай загадаем мягкие коврики, оршейники со стразиками и много-много собачьих консервов. Это, конечно, хорошо. Но давай еще подумаем. Ладно, так уж и быть. Загадывай своего хозяина. А как же ты? Перебьюсь. Вот как. Смотрите, какая интересная оказалась задача. Нужно было так загадать желание, чтобы и Альми, и Ники было хорошо. И тогда что решили собаки? Давай сделаем так, чтобы всем было хорошо. Вот сделать так, чтобы всем было хорошо, было непросто. Но собаки, вы представляете, додумались. Они загадали приют для бездомных животных. Вот действительно, это место, где хорошо всем. Всем бездомным собакам, всем бездомным животным. И по мгновению волшебной палочки случилось чудо. Вырос вместо свалки приют. Назвали собаки его Лопохвост. И первые посетители тут же потянулись к приюту. Вот такая собачка пришла вдруг. Ой, смотрите, какая хорошенькая. А приют какой симпатичный. Там чего только нет. Там даже кроватки. Ой, какая прелесть. Вот такой домик вдруг появился в городе. И собаки, конечно, стали в этом приюте жить-поживать. Вот и получилось, что для всех было хорошо. А однажды случилось чудо. Когда собаки уже почти спали, вдруг раздался вечером стук. Кто там? Скажите, это приют? Да. Нет ли здесь моей собаки, Альмы, потерявшись в электричке? Хозяин, я здесь. Альмочка, я уже не чаял тебя найти. А как прочел в интернете о приюте, сразу сюда. Таким образом, Альма нашла хозяина. Вот ведь как в жизни бывает. Делаешь хорошо для всех, а получается радость и для тебя. Хозяин, увидев подружек, конечно же, решил взять сразу двух собак. Не разлучать же их. Они столько времени провели вместе. Так закончилась эта история. А приют, он существует до сих пор. Вы можете найти его в интернете и попросить родителей прийти туда. И, может быть, найти для вас четвероногих друзей. А наша передача подходит к концу. Мне очень было приятно, ребята, что вы пришли и помогли мне рассказать эту историю. Спасибо вам большое. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова